С тех пор, как в школах возобновилось традиционное обучение, Респа Исаков каждый день вводит свою дочь первоклассницу на занятия. Это элементарная забота родителей о ребенке. Но Манас Чи считает, что вместе с заботой нужно и воспитывать детей. По его словам, лучшее и вечное наследие, которое родители оставляют ребенку при жизни, это воспитание нравственности. Указ президента о духовно-нравственном развитии и физическом воспитании личности Манас Чи поддерживает. Мы видим, какое мы воспитали общество. Выросло поколение невоспитанное, так скажем. И последствия этого очевидны. И поэтому, конечно, я положительно отнесся к новому указу президента. Мы должны в наших детях развивать высшие человеческие качества. Это должна быть нашей главной целью. Я думаю, что тогда мы не ошибемся. И, кстати, не только в семи заповедях Манаса, но и в самом эпосе есть много советов по развитию в человеке хороших качеств. К сожалению, за последние 30 лет произошла смена ценностей. Люди стали стремиться к богатству, а не к нравственному воспитанию, культуре и высоким человеческим качествам, говорит профессор Канад Джанузаков. И проблема в том, что последствия этого затрагивают общество. «Мы должны воспитывать нашу молодежь на основе традиционной для кыргызского народа народной педагогики, этнопедагогики. Я думаю, что этот подписанный указ будет огромной силой. Это приведет к повышению духовной культуры нашей молодежи». В настоящее время люди стали меньше двигаться, а неподвижность вызывает много болезней. Здоровье – вот самое важное для человека. И его надо укреплять не медикаментами, а физическими упражнениями. Потому что только здоровое общество будет всесторонне развиваться и преуспевать. Особое место в указе уделено и физическому воспитанию человека. «Имеет смысл обратить внимание на физическую культуру. С детского сада, с самого рождения ребенка жизнь сильно изменилась за сто лет. Сейчас у нашей молодежи практически неподвижная жизнь. Их здоровье стало ухудшаться. Необходимо увеличивать занятия физкультурой в школах, детских садах, вузах». Для того, чтобы стать гражданином процветающего государства, которое уважает человека за его высокие качества, строит уважительные отношения, недостаточно усилий только соответствующих специалистов или сотрудников какого-либо учреждения. Эффект будет, когда общество будет подниматься массово. «Мы не сможем изменить нашу страну, если не будем действовать вместе. Для развития общества нужно объединиться, и все должны приложить усилия». Теперь правительству необходимо разработать концепцию до 1 июня. Будут приняты во внимание мнения и предложения граждан, почитающих духовные ценности. Затем эта концепция будет вынесена на общественное обсуждение.